Смотрите, сейчас мы с вами должны в каждом стаканчике перемешать краску. Свой детский праздник девчонки начали занятия в творческой студии. Мастер-класс в технике флюид-арт, рассказывает педагог. Поможет детям получить эмоциональную разгрузку, особенно после непростого учебного года. Немного акриловых красок, палочки-стаканчики, все мешаем и на холст. Изначально непонятно, не видно цветов. В дальнейшем это переворот стаканчика на холст и такой эмоциональный бум. Когда становится очень весело, страшно и адреналин в крови у детей, это очень круто. В хорошем плане. И главное в такой технике дать волю воображению. У меня изображены горы. Ну, как бы планета Земля наша, только не в космосе. И она прямоугольная. Смешно было, потому что у меня там под низом... Все растеклось маленько, да? Прилипло. Живописнее будет смотреться. Ну вот, преподавательница ваша сказала, что такое творчество помогает эмоционально разгрузиться. Ну, мне ничего не помогло, но мне настроение чуть-чуть поднялось. Я лисую обычно или собак, или капибары. О, капибары? А кто такие капибары? Такие, как морские свинки. Это самые огромные морские свинки. Ты бы завела себе домой капибару? Не знаю, она бы весь дом мне снесла. Она высотой 92 сантиметра, взрослая. Александра здесь не только педагог по рисованию, но и руководитель. В свои 23 года она предпринимательница. Это ее четвертая художественная мастерская. Первые три – в Рубцовске, Косихе и Залесово. Идею из-за студии поддержали в президентском фонде культурных инициатив и в фонде молодых предпринимателей. Девушки выделили гранты на воплощение идеи. Сейчас в ее мастерских занимаются сотни детей. А ежедневно здесь бесплатно проводятся уроки для детдомовских ребятишек и детей с коррекционных школ. Я изначально ездила на выездные мастер-классы, когда выиграла первые свои гранты небольшие. И каталась с оборудованием. Потом подумала, что мне надоело кататься два года. И хочу, чтобы приезжали уже ко мне. И тогда появилась мысль о мастерской первой. В Рубцовске как раз. Также здесь преподают рисование песком, гончарное ремесло, рисование на воде, объемную живопись. А технику флюид-арт попробовали и мы. Кстати, такую творческую игру можно провести с ребенком и дома. Акриловые краски поочередно вливаем слоями в стаканчик. Выплескиваем на холст и добавляем еще цвета. Так, ну у меня пускай будет прекрасное синее небо, которое должно сегодня светить всем ребятишкам в этот день. Мария Мацева, Андрей Печоркин. День с толком.